Девушка, Д-триаксон. Д-триаксон, так. Так, давайте 20. Ну все, я уже запоздала. Тебе 10 и... Себе и другу по 10 штук. Антибиотики в саратовских аптеках исчезают на глазах. Сумамед, азитромицин, цевтриаксон. Вот лишь неполный список, который для продавцов и покупателей стал практически черным. Тербидол только детский, леофлоксоцина нет. А цевтриаксон? Цевтоксин есть тоже чуть-чуть. Цевтриаксон? Цевтриаксон есть, но маленькое количество. В общем, сейчас спрашивают часто. Ну вот это все спрашивают, да. Понятно. Когда обещают поставки? Ну, не знаю. Опять же, аптека аптеки рознь. Где-то совсем все плохо. Сумамеда нет, азитромицина нет, цевтриаксона нет. И так почти по всему городу ажиотаж увеличивается пропорционально росту числа заболевших и умерших от коронавируса в ежедневных данных статистики. Дефицит сперва накрыл продуктовые магазины, исчезла гречка. В аптеках он тоже уже был, но только по одной позиции. Вообще вся эта ситуация напоминает апрель месяц, когда в аптеках наблюдался дефицит масок. Но если их можно было изготовить в домашних условиях, то с препаратами так выйти из положения просто не получится. Как говорят владельцы фармацевтических компаний, все это закономерный процесс. До пандемии эти препараты чуть ли не пылились на полках. А теперь люди занялись в том числе и самолечением. Реально система, наверное, любая система, не только наша, но и европейские системы, они не готовы были к такому увеличению объема работы. И это сказывается на то, что население, оно чувствует себя в какой-то степени защищенным. То есть звонят в поликлинике, врачи не приходят, КТ сделать нельзя. И, естественно, у человека возникает страх, что случись что-то, он окажется без помощи, своевременной помощи. И поэтому он начинает работать так хорошо, значит, давай я тогда запас лекарств набью на всякий случай. Там мне сосед подскажет, как лечиться, там еще кто-то подскажет. И люди идут в артеку и начинают покупать в том числе и прозапас. Кто-то болеет, покупает для себя реально, кто-то, так сказать, берет прозапас. И, соответственно, вот там торговля, она просто падает. Также быстрота появления таблеток на полках зависит и от объема производства, который, скорее всего, остался на уровне допандемического. Действительно, который существует, он связан с тем, что производственные мощности не справляются с возросшей потребностью. Основная причина, которая не позволяет, ну, не то, что не позволяет, создаёт текущую ситуацию, скажем так. То есть всё будет зависеть от увеличения производственных мощностей? Да, конечно. Вы же понимаете, что всё производство у нас плановое. Для любого производства любого, не знаю, продукта, будь то лекарства, либо что-то другое, требуется планировать и мощности, и субстанции, и, ну, полностью цикл. И если скачок происходит в десятки раз, то быстро перестроиться это невозможно. Точно такую ситуацию мы наблюдали с вами с масками. Помните, какая ситуация была в апреле? Конечно. В настоящий момент маски продаются в табачных магазинах, вплоть до табачных магазинов. А раньше в аптеках нельзя было найти. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Михаила Петриченко, на дефиците могло сказаться и введение обязательной маркировки препаратов с 1 июля этого года. Он об этом предупреждал ещё задолго до этих событий. Ну, не готова сейчас система полноценно включиться для того, чтобы она была отработана. Она не успела запуститься. И тут фактически на этапе только восстановления мы вошли в этот коронавирус. И, ну, собственно говоря, моё мнение, что на сегодняшний момент это мера избыточная и излишняя. Она вредит здоровью, защите здоровью населения. От неё надо отказываться. Правда, накануне председатель правительства Михаил Мишустин распорядился несколько упростить эту процедуру, что должно ускорить движение товара от производителя до конечного потребителя. В саратовских же аптеках на стёклах появилось напоминание от главы местного отделения Росздравнадзора Дмитрия Цымбала об отпуске популярных сейчас препаратов только по рецепту. Как говорит общественник Николай Скворцов, он сперва тоже хотел скупить лекарство впрок, но потом перешёл на укрепление иммунитета. Идея Росздравнадзора была именно в том, чтобы через рецепты этот дефицит, чтобы спал. И люди в аптеке не приходили закупать про запас, а приходили лишь те, кто имеет рецепты. И по этим рецептам действительно врач подтвердил, что человек нуждается в антибиотиках и болеет. Логика понятная и прозрачная. Но, наверное, есть ещё и более серьёзные проблемы. Они связаны с тем, что врачей у нас не хватает. Эти врачи порой домой даже не приходят к больным. Они иногда консультируют по телефону, не видя, болеет человек, не болеет человек. Никаких рецептов они не выписывают. Многие знакомые мне рассказывали, что даже в больнице, когда приходят в поликлинику или в больницу, выписывают на тетрадном листочке, без печати, без форм специальных, на которых выписываются рецепты. И с таким листочком в клеточку в аптеку не придёшь, никто никаких лекарств не даст. Как говорят в аптеках, в этом нет ничего нового. Рецепт нужен был и раньше, просто на это частично закрывали глаза. Я считаю, что рецептурный отпуск правильный, потому что заботятся о людях. Люди неправильно располагают лекарствами, которые поступают в их пользование. Поэтому я считаю, что правильно, что рецептурная форма существует. А без рецепта им трудно определить, закупают по необходимости или как с гречкой. Хочется и помочь людям, но в то же время нельзя. Ну, в смысле, нельзя, действительно, потому что скупают целыми партиями. Поэтому опираемся на постановление данных. В местное управление Росздравнадзора был направлен редакционный запрос. Сам же глава Дмитрий Цымбал для общения с прессой, чтобы прокомментировать острую ситуацию, пока времени не нашел. Ситуацию, я понимаю, какую вы хотите информацию, по какой ситуации. Ситуация горячая, но по этой же ситуации сейчас и совещание много занято. Поэтому ко мне, пока обратной связи не пришло, поэтому письму мне вам пока добавить нечего. В любом случае, что производство препаратов, что процесс получения рецептов можно сравнить с огромными машинами, развернуть которые, либо ускорить, не так-то просто. И это может занять длительное время.